Девочка-пай 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 Девочки-пай Девочка-пай Толя! Толя! Возьми меня к тебе в отряд! Ты уверена? Да. Давай! Давай! На камере работай! Побей мяч! Давай, 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 все, и отыступай на гиря! Ключи всегда у часового остаются. Давай, ну! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Твой снаружи, один внутри. Давай! Давай! Давай, давай! Давай! Что ты сделал? Простите! Простите! Сейчас принесу! Ну, ты даешь! Простите! Господин офицер! Мяч! Мяч! Падать! Мяч! Пожалуйста! Карл, ты швабская свинья! Верни нам мяч! Дай доиграть! Мяч! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо! Смотри, что у меня есть! Смотри! Удар Фальк! Ним! Фальк! Ним! Фрессен! Тихо-тихо! Фрессен! 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 Вот умница! Вот! Хороший! Бам! Мяч! Ухороший! Вот хороший! Давай, на ищем! На ищем! Молодец! Если еще раз мяч сюда залетит, я спущу на тебя собаку. Понял? С этой точки мы начинаем нашу операцию. Вот наша цель — оружейный склад. Оружейный склад охраняется слабо, но немцев это не пугает. Рядом казарма, в ней около сорока человек. Ну так и как вам действовать? Действовать будем в двух направлениях. Казарма, оружейный склад. Царек, что у тебя? Учимся ведь. Казалось бы, нет ничего проще — убрать часового со спины. Нет, есть ошибки. У нас нет права на ошибку, поэтому тренируйтесь, пока не получится. Дем, ты нашел контакт с собакой? У нас полное понимание. С Фальком Ивановичем все салон на него перевел, но зато он теперь со мной в вагоне, в воду. Молодец. Тюлень, Володя, сработает? Да там так сработает, шо Гитлер проснется. Такой им фейерверк устроим. Надолго запомнил. Тишина. Серега, Вася Левашовый. Прикрывайте Дема — убирайте охранника. Тюлень, Володя. За вами казарма. Мы с царьком и все остальные идем на склад. А мы? А вы остаетесь здесь. Разнарядка, ясно? Да. Да. Редактор субтитров А. Левашовый аэDAY Начал Abb Nil парни Стоять! Назад! 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 Какого черта? Откуда они все? Тсссссс! Уходим. Все. Уходим. Уходим. Давай, давай. Уходим. Нет. Не уходим. Ты что? Ночь просто создано. Все на изготовке лежат. Рассчитывали на двоих. А там их сколько? Комиссар. Ну, пожалуйста. Да, царек, скажи ему. Я бы подождал. Другого шанса не будет. Сказка. Однажды моя матушка, когда я, такая невинная и маленькая куколка, мешалась у нее под ногами, но и не только у нее. Уходим. Профессор, не хвост. Потому что он в темноте не видит, батюшка. Действуем по плану. К нам часто захаживали разные гости. Дровосеки, охотники и лесничи. И каждый встречал в доме моей доброй матушки милость и тепло. Уходься. Профессор, ты остаешься здесь. Почему? Потому что ты нам здесь нужнее. Так вот, в один из моментов, когда к нам заглянул Герклаус, красавчик-охотник Зигфрид и голубоглазый свинопас Отто, когда эти трое заглянули к нам в хижину, моей матушке срочно потребовалось отправить меня к дорогой бабушке. И как вы думаете, зачем? А? Валь! 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 Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вкусно! Валь! Валь, молодец! Вот мой хороший пёс! Валь. Вальк! Вальк, чёртова собака! Где ты, это невозможно? Негодяй! Чёртов пёс! Вальк! 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 Где ты, Фальк? Ко мне! Ко мне, Фальк! Я должна была отнести ей пирожки. Давай быстрее! Ты что, Маруш? Тихо! Заходи! Заходи! Давай быстрее! Уда, где ты? Давай быстрее! Я маленькая девочка, красивая и послушная. И я иду к своей бабушке, принесу ей пирожков и хорошего вина и вернусь опять домой. Упал ты! Ну, крепче, брат! Тихо! 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 Ты что, встал? Тихо! Здорово, Казарова полыхнули! Без языка не уйду! Какой язык? Ты чего, не было такого приказа? Импровизируй! Молодцы, ребята! Теперь наш соседник уже немцев вооружен! Где телень? Он должен был первым вернуться. Он куда-то побежал. Ясьмухин с ним. Моя мама предупреждала меня. Будь осторожна, в лесу живет злой волк. Я одна иду и ничего не вижу. Лучше здесь я не буду останавливаться. Но вот он! Но вот он! Я боюсь тебя! О, милая! О, красавица! Позабавься со мной немного! Давай будем любить друг друга утром, днем, вечером и ночью. Мы займемся этим с удовольствием и быстренько разбежимся. Богиня! Валькирия моих снов! Любушка! Друг мой, идите домой. Любушка устала. Все комсомолки должны отдаться немцам. Все красные лягут под нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это произошло? Не могу знать, господин капитан. Как вы это допустили? Похоже, это была диверсия. Диверсия! Закрой рот и садись в машину. Закрой рот и садись в машину. О, Петер! Фух! Плохо дело, товарищи. Полицай центр перекрыли. Как? Улицы прочесывают. Давай, давай. А Володя с тюленем? Подержи. Тюлень с Володей за оцеплением. Там Виктор Стальков. Ой, мамочка! Может, чем помог? Погоди, да? Тихо, погоди. А мы что? Да, а мы… Нам приказано захоронить оружие. И по домам. Как по домам? Вот так нельзя. Вот так, ладно. Поехали, поехали. Давайте, ребят. Скорей, скорее. Ребят, я пулемет все нас хороню. Держи. Стеров, помоги закрывать. Ай, доживей ты. Все, Петрик, закрывай. Ага. Список украденного оружия сейчас составляется. Убитых нет. Один часовой без сознания. В казарме много обгоревших. Им оказывается помощь. Возможно, это были партизаны. Проклятие. Объясните мне, Шон, откуда у нас партизаны? Мы же уничтожили заразу на корню. Они что, из воздуха появились? Предполагаю, в городе могли остаться недовольны. Полиция арестовала двух подозреваемых. Их сейчас допрашивают. Почему чертова собака не лаяла? Отвечай. Господин полковник, Фальк всегда был хорошим псом. Има. Цирк. Ты пьян? Вы отправитесь на передовую. Сегодня же. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да что ты сгонешь? А где он? Тюлень! Калисар! Это почти Сан-Хитлер. Только у него нога сломана. Из всех русских я больше всего ненавижу тех, которые работают на нас. Василь Саныч! Василь Саныч! Беседуй! Нет? Что? Соликовский, прекратить! Вам велели допросить подозреваемого, а вы превратили его в труп и сделали допрос невозможным. И вы опять пьяны. Извините, работа нервная. Посадите его сюда на стул. Я сразу понял, что они с партизанами заодно. И он и товарищ послабее оказался и сдох. Пришлось заемного взять. Сеин коллеги хата шуми блютит. Сейчас вас благородя. Мы вас слушаем. Я же электрик. Мы с напарником чинили повреждения. Я ничего не сделал, клянусь. Я ничего не сделал, Клинош. Он не знает. Может быть, вы видели подозрительных лиц? Кто-то проявлял интерес к казарме или к складу? Две недели три мы работали на участке. Две недели они работали на участке. И никого не было. Но никто не видел. Только мальчишки играли в казарме с вашими солдатами. Мальчишки. Иса, клянусь. Что ж ты раньше, дурень, молчал? Про мальчишек-то, а? Так вы меня не спрашивали. Доброе утро. Добрый день. Тут такие новости, а ты спишь? Какие новости? Люба! Люба, подожди. Послушай, если ты наконец-то решила остаться со мной навеки, то тебе нужно будет подождать хотя бы пару часов. Ванечка, кто там? Ах, ну конечно. Откуда тебе знать, ты ведь так занята? Товарищ Мисс Алина, одевайтесь, пожалуйста, поживее. Шо? Я тебе не товарищ. Смена караула. Олесечка, солнышко, я зайду к тебе вечером. Наша, не треба. Это не мисс Алина, это бухгалтер из комендатуры, а ты собака на сене. Сама не ам, и мне портишь. Агентурную деятельность. Партизаны вчера ограбили склад с оружием. Немцы на ушах стоят. Откуда партизаны в городе? Ренатус их всех уничтожил. Кто они? Откуда? Сколько их? Я не знаю. Но мы не одни, Ваня. Мы должны их найти. Ты что, Тюлень? Обалдел вообще? Вы на черта его взяли? Комиссар, ты давай не гони. Это почти самый большой человек там. У него вот. Целый портфель с документами. Он вообще может нас видит наслед этого. Как его? Провокатора. Провокатора, который подполье сдал. Давай говори. Дубец шпион. Это ж наш интендант зернозаготовки. Майя и Уля узнали, ну? Ага, точно он. Я его лично допросил, его пытал там. Ты же говорил, что французский учил в школе. Во-первых, это не я, это мама нян. Эй, орай, я Рутюнян. Да, Рутюнян, какая разница? А во-вторых, что мне французский? Я его по-русски допросил. Говорю, дубец шпион. Он говорит, это, я я. Дубец шпион. Да, Господь ведет меня трудными тропами, но я не боюсь. Ну, он гад, конечно, но точно не гестаповец. Тюлень, подожди. Вы разведчик? Эсэс? У вас есть доступ к секретным бумагам комендатуры? Клянусь, я интендант, я заведую зернохранилищем. Кто меня пустит к секретным документам? Тюлень, извини, но тут твоя промашка. Он по-нашему просто завхоз. Ну, говорю же, интендант. Ладно, извиняйте, товарищ, я все понял. Я его притащил, я его и купил. Хорош, тюлень. Тащите его в грот. Поговорим. Они собираются все зерно в Германию отправить. И оставить город без хлеба. Не получат они нашего зерна. Жить хочешь? Да, да, очень. Ты проведешь нас в зернохранилище. Нет, это невозможно. Хотите, я дам вам мешок пшеницы? Два мешка. Как так-то, а? Наши хлеб из лебеды пекут. У этих там плюшки гороваи. Чем этот зернохранитель лучше естаповца, а? Значит, отказываешься? Да, то есть нет. Я скажу вам пароли и дам вам ключи. Вы можете сами попробовать. Нет. Мы попробуем вместе с тобой, Фриц. Нам срочно нужно сжечь зернохранилище, пока немцы не очухались. Оп! Это вы тут в футбол играете, хлопчики? Да, играем. А вот эта чья вещица? Хороший мешок, новенький. Хозяин переживает по ним. Мучается. Он же денег стоит. Это не наша. А кто тут с немцами в футбол играете? А это… Мяч кодайте. На. Ура! Знаешь меня? Знаю. А ты знаешь, что бывает с теми, кто меня обманывает? Я приглашаю к себе в гости. Василий Александрович! Да. Там вас! Декомендатура тюжит трепет! Думаешь, увидимся, малой? Ура! Пропажу обнаружили после пересчета личного состава. Я думаю, интенданта Китцлера похитили. Мне кажется, рано бить тревогу, мой друг. Он мог остаться ночевать у местной подруги. Интендант Китцлер работал там же, где и пропавший две недели назад ефрейтор Шульц на зернозаготовке в Первомайском совхозе. Вы верите в подобные совпадения? Черт возьми. На складе хранится стратегический запас зерна для Сталинградского фронта. Нас расстреляют, если зерно пропадет. Я как раз хотел обсудить с вами план действий на случай возможной диверсии. Я считаю, надо подключать полицию. Пусть они устроят засаду. Я. Да, да, верно. Так подключайте этого. Как же его? Вы имеете в виду жирную свинью? Да, Золиковского. Он здесь ждет под дверью. Золиковские! Я. Для вас есть задание. Поаккуратнее, больно же. Ты морда. Только без насилия. Да беги они мне, Ульян, сваливаются. Володя, что у тебя? Керосин кончился. Всего на три бутылки хватило. Мало. Нам, чтоб зерно поджечь, минимум десять надо. У нас же был керосин. Куда он делся? Ты тюлень все извел. На зажигалке. Шо? Помиссар, да я до рынка туда-сюда и сейчас все буду. Ты наказан за нарушение приказа командира. Будешь штаб охранять до утра. Жор. Нужно в город сгонять. За керосином. Можешь взять любую девушку для прикрытия. Только переоденься. Хорошо, Виктор Джан. А девушку самому выбрать можно? Ну ты уже выбрал. Ну я же сказала, уколю. Хорошо. Комиссар, не обсуждайте. Красавица, можно поздно? Комица. Ну не расстраивайся. Ты же не виновата, что у тебя руки дырявые. А у тебя голова твоя бутыль сюда и проваливай. Без тебя обойдусь. Вором она. Вором она. Вороченька все быстрее. Керосин конфискуют. Жор, полица идут. Я умирать сейчас не хочу. Давай. Вором они, родные партизаны. Все, кто покажут им какое-либо задействие, будут приговорить. Ты сам. Да, все подает, покупают. Керосин. Вода всех. А кого даже пахнет керосином. Ясные, злые, бедные, химиков. А ну дай. Внимание, граждане Свободного от большевиков Краснодона. Соблюдаем спокойствие. Небольшая проверка. Соблюдаем установленный новой властью порядок. Что засуетились, граждане? Что это? Соблюдаем спокойствие. Стоять, дамы. Вертаемся обратно. Сюда, сюда. Гули-гули-гули-гули. Так, покупать что-нибудь собрались или глазеть, а? Ой, падлить-падлить. А подарок куда? Да, нам нужно что-то грандиозное. Мы женимся. Я? Это моя невеста. Поздравляю. Документы, личные вещи для досмотра. Шоу вон. Поздравляю. Невеста? Керосин. Керосин. Покупал сегодня? Нет. Карманы. Выворачивай. Мой матч, падай. Что за… Ты шо, ровно стоять не можешь, а? Скаженные. Руки! Покупал керосин? Нет. А что случилось вообще? Это шо? Хороший ножик. Заберу. Ножи носить не запрещено. Ей это отцовский подарок. Отдайте. Ну, давай так. Я тебе нож. Ты мне невеста. Ай, ты моя. Шо? Ладно. Все при своих. Мне нож. Тебе девка. Свободный, як ветер в поле. Ушел. Главное, ты не переживай. Керосин у нас. Задание мы выполнили. А этого полицая я б зарезал. Если бы он нож не отобрал. Со всем этим паре распустились. Стоять! Все, совсем жить надоело, да? Тюлень, чтоб тебя! Ты больной, Тюленин! Меня же убить могло! Тебя бы и убило. Детский сад. Вот для кого придумал? Систему оповещения. Постучать, посвистеть. Нет, надо так. Тут не до твоей системы. Ай, Марта, Тюлень. На рынке облава была. Нас едва не поймали. Слушай, тут война, тут не дочки-матери. Ну, зато керосин мы спасли. Я спас. Ты? Вот еще это я придумала спрятаться в лавке. Ты? Согласен. Зато я нашел отличный способ конспирации. Знаешь кто ты? Ты прищалыга. Мне с тобой даже стоять тут противно. Эй, все, любовь. Дурак. А ты сама курица. Послали бы меня. Все бы чисто было. Нет, надо на дерево посадить. Не смей о ней говорить в таком тоне. И вообще, ты ничего не смыслишь в женщинах, эщемек. Я убил. Я убил. Я убил. Я убил. передать вам это. Спасибо. До свидания. Милая Любушка, я вынужден уехать по делам в Ворошиловград. Как только я вернусь, я сразу приеду, чтобы увидеть ваше личико. Надеюсь, вы будете так же скучать по мне, как я по вам. Ильгель. Шашни с немцами водишь? На машине к тебе подъезжают, подарки дарят. Мамочка, ну не начинайте. Мамочка, ну я же артистка. Это просто дань восхищения. Вы лучше попробуйте, какие они вкусные. Нос до артистки не дорос. Срам один кабаревыша. Дом терпимости, бардельня. Вот что за такое. Як тельки не стыдно тебе. Не доглядели мы тебя с отцом. А вы хотели, чтобы я на всю жизнь осталась школьницей? В белом передничке, с бантиком. Щеки круглые, как яблоки. И пятерки в дневнике. Так отыла бы. Так и дыучинка была. Красавица, разумница. А выросла. Знала бы ты, что соседи про тебя кажут. Позор. А вы их позовите на чай с конфетами? Они будут молчать. Рот будет занят. Легенда такая. В госпиталь срочно нужно два мешка пшеницы для раненых немцев. Интендант и трое наших ряженых подъедут к воротам на подводе. Великая Германия. Победа за нами. Открывайте, я приехал за зерном. Это вы, господин интендант? Да, вот, пожалуйста. Солдаты со мной. Они помогут нести зерно. Пройдемте со мной для получения пропуск. Я легенду. Ощи! Не джургайся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну шо, краснопуши, вставай! Вы окружены! Текать вам некуда! Засада! Отступаем! Помогите! Я свой! Не стреляйте! А-а-а! Отходим! Жора, отходить надо! Отходить надо! Тихо, 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 тихо! А-а-а! Не дай! Жора ранен! Жора ранен! Там с той стороны лаз был! Под прицельным огнём не уйдём! Стой! 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 Далеко им не уйти! Вить, над нами бочки с горючим! Вить, они перестанутся! Позрыгайте бочки! Уходим в потвар! Последнее предупреждение! Выходите по одному с поднятыми руками! Забирайте жора! Отступаем! Продвигайтесь! А-а-а! А-а-а! Аккуратней! А-а-а! Быстрее! Быстрее! В ближайший дом! Уходим! Мать, Жоре нужна помощь! Мы Жору возьмем с царком, а вы прячетесь! Искать будут! Давайте, 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 давайте! Субтитры создавал DimaTorzok